Сямейная программа для всех и каждого Психология семейных отношений выучает проблемные питания и ситуации, которые возникают у семьи. Практически каждый сегодня сутыкается с проблемами захования и поддержания теплых семейных взаимоотносин. Часто так здоровается, что чем дальше мы живем вместе, тем быстрее выявляются разноголосия, конфликты, эмоциональные реакции один на одного. Кажут, что каханья живет три годы. Пусть про это и многое инше распытаем нашу гостю. Наталью Пузыревич, загадчицу кафедры социальной и семейной психологии Белорусско-державного педагогичного университета имя Максима Танка, кандидата психологичных наук, кризисного психолога. Добрый день, Наталья. Здравствуйте. Мы вновь про семью говорим. Мне очень нравится эта тема семейных отношений. Не только все гладко бывает в семье, правда? Но говорят же, что семья – это живой организм, что это, где есть и разные периоды развития семьи, и тема роста, тема где-то какого-то затухания, каких-то отношений, да? Потом вновь всплеск. Скажите, пожалуйста, как важно чувствовать вот эту тему, тему семьи? Или это просто, это наша жизнь? Как вы считаете? Я бы сказала, что это неотъемлемая часть нашей жизни, потому что в семье мы впервые начинаем познавать мир, начинаем понимать, кто мы, отталкиваясь от того, какие наши близкие, кто наши предки. В семье мы впервые начинаем понимать, что мы продолжаем наши ценности, цели в наших детях, внуках. А в семье мы впервые начинаем понимать, что такое ценность любви, заботы, внимания, безопасности, поддержки друг друга. И всё это даёт возможность нам в таком микроварианте понять, а какой мир в макроварианте, который вокруг нас. Какие люди, с которыми нам придётся по жизни встречаться. Что в отношении с этими людьми мы можем внести своё важное, ценное. Ну и кроме того, мне кажется, что в любой семье есть определённые традиции, следуя которым мы получаем некий фундамент для того, чтобы развиваться, для того, чтобы жить счастливо и реализовывать свои цели. Но вот рецепт этого самого счастья, рецепт этого самого успеха, целеустремлённости, нежности, принятия, заботы у каждого свой. Поэтому и каждая семья как маленький такой мир со своим индивидуальным, скажем так, вкладом в эти отношения. Для того, чтобы приобрести профессию, надо потрудиться. Для того, чтобы что-то приобрести в жизни, ну какой-то ценный подарок или очень важный, нужная вещь, тоже нужно потрудиться. В семье, чтобы она была гармоничной, разнообразной, чтобы легко преодолевались какие-то кризисы, тоже нужно потрудиться. Это правда? Да, полностью с этим согласна. Даже когда мы реализуем себя в профессии, мы скорее должны руководствоваться мотивацией, заниматься интересным делом, максимально проявлять себя, чтобы работа была в удовольствии. А вот как раз, когда мы говорим о семье, это работа в полном смысле этого слова над отношениями. Это каждодневный вклад всех тех, кто составляет семью, в то, чтобы эта семья не существовала одномоментно, в том, чтобы была динамика, в том, чтобы оставаться интересным друг другу, в том, чтобы постоянно меняться, привносить что-то важное, живое. И несмотря на разные обстоятельства, в которых участвуют члены семьи, понимать, что нам самое важное быть рядом, быть вместе. Отношения — это главная ценность, которая поможет преодолеть любое препятствие. Даже когда появляются препятствия в семье, это не столько мешает отношениям, сколько проверяет на прочность и позволяет с другой стороны раскрыть те ожидания, те ориентиры, те посылы, с которыми создавалась эта семья. И, возможно, если бы не было этих трудностей, этих препятствий, люди не смогли бы понять, насколько важно им быть вместе и насколько многое они могут друг другу дать. Вот эти препятствия, они как раз раскрывают другую сторону отношений, возможно, даже неожиданную. Вы знаете, говорят, что очень такая известная фраза, что любовь живёт три года. Это мы к чему? Даже вот мои коллеги, когда мы отправлялись на эфир с вами, говорят, Таня, ну очень интересно получить ответ на этот вопрос. Ведь есть в семье этапы развития, потому что очень часто вы, специалисты, психологи, говорите, что это такие кризисные этапы. Мне больше нравятся этапы развития. Правда ли, что… И это очень тесно связано с тем вот этим высказыванием, что любовь живёт три года. Давайте расскажем, почему такая есть тема у людей, когда они говорят, ну вот три года любовь живёт, а потом уже нечто другое появляется в семье. Если мы говорим про кризисные периоды, то кризис можно рассматривать как полный опасности шанс. То есть переход на новый этап отношений даёт некий шанс понимания того, что новое в этих отношениях может появиться. Но вместе с тем это и опасность, что предыдущие ожидания, которые были на первом, на втором этапе, о которых сейчас будем подробнее говорить, они уже не в полной мере осуществляются, потому что появляется какое-то новое содержание. Любовь живёт три года. Что это обозначает? Значит, дело в том, что первые три года речь идёт скорее о любви в эмоциональном понимании. Любовь-страсть иногда называют так. Конфетно-букетный период. Да, вполне. То есть там главный компонент — это эмоциональная сопричастность партнёру по общению, ожидание всего самого идеального с его стороны и презентация себя как идеального для того, чтобы получить поддержку, понимание, принятие с его стороны. Для того, чтобы быть вместе, мы какое-то время, и вот, как правило, в эти три года это время укладывается, предлагаем только свои самые сильные, самые лучшие стороны, свои самые, скажем так, выгодные проявления. И так делает каждый из партнёров. В этот момент может складываться представление, что вот такое на жизни будет на протяжении всего периода семейных отношений. И никакие препятствия не изменят вот этой картины. Но дело в том, что когда происходит непосредственный контакт между партнёрами, и когда они понимают, что бытовые вопросы, вопросы урегулирования каких-то конфликтных ситуаций, они требуют отступления от идеала и ставят под сомнение, а нужно ли ждать от партнёра того, чтобы он какому-то идеалу соответствовал. Ведь живой человек всегда будет проигрывать идеалу. И тогда с кем я хочу строить отношения? С живым человеком? Или ждать, пока кто-то этому идеалу будет соответствовать? И тогда вопрос, найдётся ли такой человек. Вот когда мы говорим нейрофизиологически про период три года, значит, есть тот самый гормон на нейрофизиологическом уровне, который выделяется в наибольшей степени в момент страсти, удовольствия, идеализации человека, дофамин он называется. И спустя три года мы, привыкая к человеку, к его особенностям, входим в такое понятие, как динамический стереотип. То есть для меня становится привычно общаться с этим человеком, знать, как он себя ведёт, знать, что я могу ожидать от него. И количество этого гормона, количество выделения его резко уменьшается, потому что на смену неожиданному, приятному, непредсказуемому приходит привычное, фундаментальное, ожидаемое. И, соответственно, вот это может смущать, что вроде бы эмоционального посыла не такого уже нет, как был первые три года. А именно когда мы, простите, видим какие-то отрицательные стороны партнёра? Именно в этот период, когда падает дофамин? Обычно происходит это каждый раз, когда мы, уже имея какой-то идеальный образ, если для нас важно, чтобы он соответствовал идеалу, вдруг начинаем понимать, а не так-то он и идеален, как я хотел бы, чтобы он был идеален. Тогда важно задать себе вопрос, а мы создаём отношения для того, чтобы быть в них, развиваться в них, поддерживать друг друга, готовы быть чем-то пожертвовать ради друг друга? Либо мы хотим найти для себя идеал и считаем, что мы достойны всего самого лучшего, идеального, но не ставим вопрос перед собой, а что мы готовы со своей стороны в эти отношения привнести? И зачем нам такая идеализация? То есть такой вот вопрос здесь. Скажите, ну вот три года прошли, да ли это, возможно, развитие какое событие? Либо это брак уже полноправный, да, когда мы всё посмотрели, рассмотрели. Ну вот ещё очень важный вопрос, вот в этом росте отношений, когда происходит. Скажите, а важно ли, чтобы как можно дольше люди встречались друг с другом? Ну это же этап узнавания, познавания друг друга, принятия, то, что мы обсуждали, да, не только у нас все плюсы, но есть и минусы. Но комфортно ли нам жить с этим человеком, у которого, ну, есть такие определённый набор минусов каких-то, да? Здесь всё, я бы сказала, так индивидуально. Даже в период первых трёх лет отношений может результатом этих отношений даже через месяц, через два, у кого-то через год стать заключение брака. Потому что люди понимают, что они нужны друг другу, у них есть определённый взгляд на будущее, как вместе они будут создавать семью и какие-то могут быть отношения. Либо наоборот. Либо наоборот, они понимают, что не подходят друг другу и хотели бы каких-то других эмоций, ожиданий, перспективы, отношений, и тогда начинается поиск других отношений. Значит, за этот же период, я бы сказала так, он очень хорошо объясняется моделью Стейнберга. У него есть модель трёхкомпонентной любви, в которую входит близость, страсть и такая ответственность, скажем. Так вот, близость, страсть и ответственность присутствуют всегда. Три основных компонента. Страсть — второй компонент, эмоциональный, но кроме него должна быть близость. То есть что-то, что я могу доверять другому человеку, а доверие — это значит, я уверен в том, что он примет за меня решение, то, которое принял бы я, и я абсолютно в этом с ним солидарен. И ответственность или обязательство — это значит, я беру на себя некую часть обязательств за то, что я буду вкладываться в эти отношения, и что я буду привносить в них со своей стороны. То есть это такое парное катание, если мы берём вид спорта, фигурное катание, когда есть вклад со стороны каждого из сторон, а не ожидание, что один будет обеспечивать уют, тепло, благосостояние, а я буду просто этим пользоваться. Да, чтобы гармонично получилось всё на льду у нас, да? Да. Нужно вкладывать в себя бой. Да. Скажите, ну вот потом появляются дети, понятно, что это тоже непростой период такой, но опять же ответственность, мне кажется, на первое место выходит, да? Да. Если вот быстренько так пройтись. С появлением первого ребёнка отношения в семье меняются, поскольку, допустим, супруг уже понимает, что не всё внимание будет в должной мере направлено на него. Теперь появляется ребёнок, иногда долгожданный для супругов, иногда ребёнок, который, условно говоря, появился очень быстро и не успели ещё понять, а как же пожить друг для друга, и тут появляется маленький человечек, который начинает показывать, что уже сама встреча этих двух людей была нужна для того, чтобы был кто-то похожий на них обоих, чтобы они могли вместе вкладываться, заботиться, беречь, кого-то того, кто может стать продолжением ценностей, важных каких-то событий в жизни и супруга, и супруги. И то, как оба, и муж, и жена будут вкладываться в развитие ребёнка, это может как скреплять отношения, так и может ставить вопрос о том, а нужно ли было создавать семью для того, чтобы быть готовым чем-то пожертвовать. А может проявляться и такая, ну скажем, неожиданная реакция для жены со стороны мужа, как ревность к ребёнку, когда ребёнку уделяется больше внимания, всё время жена посвящает ему, а муж уже в какой-то мере видит жену в меньшей степени готовности заботиться о нём, в большей степени уставшую, сосредоточенную на каких-то изменениях, которые происходят с ребёнком, пока он растёт. И насколько он готов это принять, насколько он готов понимать, что чем-то нужно пожертвовать ради того, чтобы в дальнейшем эти отношения перешли на следующий этап. Готов ли он со своей стороны этот вклад сделать. Вот это про вот эти две стороны, так скажем. Бывает такая ситуация, когда наблюдается феномен в семье складка времени. Самая опасная, скажем так, ситуация, как проявляется? Складка времени? Да, складка времени. Это когда оба супруга живут изо дня в день, им кажется, что каждый день очень однотипный. Как будто бы это одно и то же происходит каждый день, ждать на перспективу нечего. В прошлом такие же были дни, поэтому и вспомнить нечего. И тогда отношения сами постепенно начинают изживать себя. Потому что люди теряют ориентир, к чему необходимо стремиться и зачем мы есть друг у друга. Ну, послушайте, есть же разные люди, которые по-разному живут, я бы так сказала. У которых очень часто день действительно похож друг на друга. Для кого-то неинтересно куда-то поехать на какой-то экскурсии. Им интересно, чтобы это было утро, обычное, это чашка кофе, какой-то завтрак, обед тоже, все вместе, просмотр фильма, минимальные какие-то движения извне вот этой зоны комфорта. Ну, вот есть такие люди. Конечно, у них этот период будет однотипным. Есть ещё один момент, когда до года, как правило, это дни похожи друг на друга. Да. Это просто, ну вот, могу сказать по опыту, кажется, что вот одно и то же происходит. И независимо от того, какая пора года за окном. Но есть ли готовность принять вот это сходство этих дней, этого времени, либо нет, хочется чего-то нового. Я не знаю, чего, говорит супруга или говорит супруг. Я не знаю, чего хочу именно я, но я чего-то хочу. Хорошо бы знать вот это, да, что бывает. И тогда возникает либо вариант поговорить и обсудить ожидания твои от меня и мои от тебя, как бы мы могли в дальнейшем что-то планировать, и чего бы ты хотел, чего бы я хотел, хотя бы на ближайшую перспективу. Тогда время разворачивается, и складка времени уходит на задний план, когда есть понимание, что конкретно в этих отношениях я ожидаю и зачем они мне. Почему важно разговаривать и свои ожидания говорить открыто, чтобы потом не было, когда несколько лет проходит, а у кого-то десятилетий, и отношения заканчиваются, и люди задаются вопросом, а почему всё это время мы были вместе, для чего, чего мы ждали, и жизнь не сложилась, и ожидания не реализовались, и всё это время они были вот в этой самой складке, не жили, а ждали чего-то, но при этом никто не знает, чего же они ждали. А можно ли говорить, вот абсолютно накануне нашей встречи я прочитала такое, что одна женщина делилась своими эмоциями, она сказала, что 20 лет у меня просто выброшены из жизни, а суть в том, что через 20 лет, даже чуть больше там была описана ситуация, где-то 21-22 года, они жили вместе с супругом, у них двое детей, и всё, казалось бы, было всё хорошо, да, и общие какие-то интересы, но потом через какое-то время они расходятся. Вот, да, но, конечно, пока это были эмоции очень сильные, то, что я читала, во всяком случае, но это сожаление о том, что более 20 лет, вот я просто вычеркнула. Да. Но мне кажется, это не вычеркнуло, это тоже твоя жизнь, твой опыт какой-то. Но это вы так видите, а вот она видит, как вычеркнутая. Наверное, когда это свежо всё в памяти, и вот только-только, вот как рано, да, наверное, это так. Вот прокомментируйте. Вот это как раз пример складки времени, когда человек, для него время как будто бы остановилось, он ждал чего-то, сам не мог определиться с тем, чего он ждёт от этих отношений. Он не был готов и отказаться от этих отношений, чтобы уйти в другие, потому что могла быть привычка жить так, а не иначе. И тогда вопрос, чем такие отношения полезны человеку? Во вред он бы никогда в этих отношениях, во вред себе, не стал бы продолжать функционировать. В чём польза? Ну, 20 лет растут дети, их надо поставить на ноги, да. Для детей такой мотив. Но когда я понимаю, что для детей, тогда для меня уже эти отношения ценны, что мои дети видят полную семью, в которой они растут, и тогда это не бесцельно, прошедшие 20 лет, а 20 лет, которые были посвящены тому, чтобы наши отношения помогали вырасти детям и сформировать своё представление о любви, о заботе в семье, о том, какая она должна быть семья. То есть уже не бесцельно. Но когда человек не видит этого с этой стороны, а говорит о бессмысленности произошедшего, вот тогда он как будто бы останавливается в какой-то точке, начинает чего-то ждать, но не готов поменять что-то ради этого. А скажите, вот эти этапы в семье, в развитии семьи, они, вот какая их длительность? Это три года, четыре, или это тоже всё индивидуально? Есть этапы классические, которые предлагаются в семейной психологии, но каждая семья проходит их индивидуально, в зависимости от того, какой период предшествовал вступлению в брак, какой это тип отношений, это зарегистрированные отношения, незарегистрированные отношения, это тоже важно, да. Какой был опыт супружеских отношений в семьях, из которых муж и жена, условно говоря, пришли, и у них есть определённая модель, как эти отношения должны строиться. Самые, скажем так, пиковые даты, которые выделяют, это три года и десять лет. Вот именно после трёх лет и после десяти лет происходит пересмотр ценностей и убеждений, какими руководствуется семья. Через три года примерно может появиться первый ребёнок в семье, максимум это происходит через десять лет в среднем, либо через десять лет появляется уже второй ребёнок в семье, и тогда отношения в семье меняются, меняются, поскольку появляются новые ценности, новый смысл. Семья уже тогда не на этапе становления, а тогда на этапе пересмотра того, с чем мы жили весь этот период, и хотим ли мы с такими же ценностями и целями жить и дальше, либо хотим что-то поменять. И вот эти даты три года и десять лет как раз и называют ключевыми в пересмотре, а необходимо ли сохранять семью, или необходимо остановиться на этом этапе и планировать какие-то другие отношения. Вот вы немножечко затронули тему гражданского брака. Ой, это очень сложная тема, важная тема. Ну, например, могу сказать немножечко я от себя, как ведущая этой программы семейной, как журналист, для меня, например, неприемлемые отношения, я не принимаю гражданский брак, но надо отдать должное, что это есть в обществе, как бы мы там хотели, не хотели, но это есть. Как относится вот семейная психология, кризисная семейная психология к такому виду отношений? Гражданский брак. Может быть, есть какие-то исследования в этой области? Да, есть исследования. Они говорят о том, что, как правило, пять ключевых причин, почему выбирают гражданский брак. Первая причина — сохранение свободы выбора. Когда заключается брак, это определённое ограничение моих возможностей в плане выбора партнёра, обустройства моей жизни в паре. У меня уже есть муж или у меня уже есть жена, отношения с которым я вроде бы как вынужден строить, раз это законно зарегистрированные отношения. В гражданском браке есть такая негласная свобода, и если что-то не будет устраивать одну из сторон или обе стороны, есть возможность выхода из этих отношений, никаких внешних рамок или препятствий этому нет. Это вот одна из причин. Вторая причина — это многочисленный такой поиск, перебрать как можно больше вариантов для того, чтобы понять, а кто же мне нужен. И тогда я могу осуществлять свои отношения с одним партнёром, с другим, с третьим на какой-то период времени, не обязательно, чтобы это частая была смена партнёра, но при этом ничего меня не сдерживает, не ограничивает в этом поиске. Вот третья причина — это уход от обязательств. Когда я вступаю в законные отношения, я тем самым беру на себя обязательства в выполнении каких-то ролей в семье. Когда речь идёт о гражданском браке, это отношения, это роли, но они не так жёстко регламентированы. Это те роли и те отношения, которые условно мы сами между собой решаем, договариваемся. Это какой-то союз, который не похож на общепринятый. Значит, у нас в семье всё будет не так, как общепринято. И это вполне нормально. Ну вот такие это отношения. То есть каждый человек, который сталкивается с таким явлением, как гражданский брак, он должен понимать чётко, что это такое, что он из себя представляет. И зачем ему это. И брать на себя ответственность, что потом, даже совместно нажитое имущество, кстати, вот когда мы приглашали в семейную программу юрист, они говорили, это самые такие сложные моменты, когда вроде бы жили, особенно когда 10 лет, уже такие периоды большие, а потом вдруг тихонечко кто-то уходит, так как вы сказали, да, и люди в растерянности, как такое может быть. А всё это не закреплено в гражданском кодексе, и люди разводят руками. Но вместе с тем есть и семьи, которые много лет живут вместе в гражданском браке. И они счастливы. И они счастливы, да, отношения. То есть опять всё индивидуально. Всё индивидуально абсолютно, да. Скажите, пожалуйста, очень важный период, который я хотела бы с вами обсудить, когда уходят, разъезжаются дети из семьи, когда они создают новые семьи. Это тоже такой, мне кажется, очень важный, очень тонкий, очень сложный период для родителей прежде всего, и которые должны пройти все вместе, вся семья. Да, да. И очень важно, чтобы дети, которые разъезжаются... Простите, синдром опустевшего гнезда. Опустевшего гнезда, да, да, да. Дело в том, что дети, которые уезжают из дома, они не должны уезжать насовсем. Они должны постоянно поддерживать контакт со своими близкими. Они могут звонить, они могут писать, они могут приезжать в гости. Но, к сожалению, когда дети разъезжаются, родители именно вот этого больше всего опасаются, испытывают тревогу. Откуда появляется эта тревога? Потому что многолетний опыт подсказывает, что дети всегда были рядом. И, с одной стороны, я привык, что они рядом. Своеобразный такой динамический стереотип, привычность, предопределенность моих действий. С другой стороны, у меня была роль в отношении этих детей, я должен был заботиться о них. А теперь эта роль вроде бы как неактуальна. Они уезжают, и куда мне перенаправить? Любовь, заботу, тепло. Если этих детей уже нет рядом в той мере, в которой они были. Поэтому важно, чтобы контакты сохранялись через какие-то традиции. Например, праздничные мероприятия, важные даты в семье, поздравления, обмен какими-то приятными сообщениями. Был постоянно, чтобы сохранялось вот это присутствие детей каким-то образом в семье, родители не чувствовали себя отделёнными. В чём опасность для родителей? Когда уезжают дети, они начинают чувствовать свою ненужность. Как будто бы мы были нужны на тот период, когда воспитывали, растили, вкладывали что-то. А теперь, когда они стали самостоятельными, мы уже не нужны. И опасность в том, что внуки, это уже третье поколение, видят такое отношение к старшему поколению, могут и для себя принимать это как данность. Что есть возможность воспользоваться заботой, вниманием, теплом, а затем, когда я становлюсь самостоятельным, имею право создавать свою семью и держаться на дистанции. Вот в этом опасность. Если мы не хотим, чтобы наши дети так относились к нам, мы должны чтить, уважать, беречь наше старшее поколение, заботиться о нём. Золотые слова. Мы должны смотреть на наших мам, на наших пап, бабушек и дедушек, и должны быть рядом с ними не только потому, что они нас родили, вырастили, воспитали, а просто потому, что это родные люди, которым хочется и отдать частичку своей души, нежности, заботы, и хоть как-то отблагодарить, поддержать, сопроводить, потому что возраст требует заботы, и заботу приятно осуществлять. И тогда наши дети, по нашему примеру заботы о наших родителях, будут заботиться и о нас. Не будет примера, не будет и, в общем, посыла у наших детей. Да, и вот то, что мы всегда говорим и повторяем, что всё идёт от семьи. Как мы будем себя вести, так и дети наши тоже будут. Хорошая тема у меня ещё осталась. Повторный брак. Я думаю, что мы её обсудим уже в следующий раз, когда будем встречаться с вами. Ну, а я кажу дякую нашей сегодняшней гостей. Это была Наталья Пузыревич, загадчатся кафедры социальной и семейной психологии Белорусско-державного педагогичного университета. Имя Максима Танка. Кандидат психологичных наук. Кризисный психолог. Я пожадаю всем приемных эмоций, добрых традиций каждой семьи. Ну, и я, Татьяна Гулейко, сегодня была с вами. Семейная программа. Для всех и каждого.